Хочу вам сегодня показать и написать пост о том, какие материалы для работы. У меня есть и ложки, и щипцы, и разные мисочки для сортировки. И будем сегодня сортировать по цвету фигуры из радужного сортера и бусины перекладывать. Итак, хочу вам сегодня показать варианты занятий с сортерами под носом, ложками и так далее. Есть вот такой сортер шнуровка, к нему идет в комплекте коробочка. Коробочку с крышкой, с отверстием можно приобрести отдельно. Значит, первый вариант занятия, это деревянными щипцами перекладывать в дырочку. Второй вариант, можно перекладывать ложками. Дальше, можно вот эти сортеры. Следующий вариант, это шарики из шнуровки, а их 21 штук из 7 цветов, различных оттенков цвета, что очень удобно учить детей не только цветам основным, но и различать их оттенки. Итак, у меня есть полушки вот такие для сортировки. И можно раскладывать шарики по полушкам по соответствующим цветам. Деткам помладше это можно делать и просто руками, поскольку щипцы и ложка – это инструменты, подвластные детям где-то с двух лет. Теперь мне хотелось бы показать сортировку из вот этого набора сортер с радужными фигурками. Итак, в сортере 21 фигурка, 7 цветов основных, 7 типов, все оттенки также, все цвета – это оттенки разных цветов. И эти фигурки будет также интересно раскладывать по полушкам. Полушки я уже взяла большие, чтобы точно поместились все фигурки. И, конечно же, их будет тоже интересно сортировать и раскладывать по мисочкам. Кстати, вот этой 21 фигурки будет вполне достаточно для каких-то простейших первых построек. В дальнейшем это можно присоединить к любому деревянному конструктору. Но, как мы уже проверяли, какой-то небольшой замок из этих фигурок построить можно. А уж ставить кубик на кубик с малышом и подавно можно тренироваться. И не покупать дополнительно, например, коэффициентные кубики на первое время.